Наш город преображается прямо на глазах. Благодаря талантливым художникам и неравнодушным одесситам, многие одесские дворики и стены превращаются в настоящий арт-объект. Один из них появился и на улице Канатной. Теперь, проезжая или прогуливаясь по Канатной, можно полюбоваться прекрасной фреской. Рисунок, конечно же, полностью одесский и рассказывает о людях, когда-то живших на этой улице. Здесь есть прототип знаменитого Остапа Бендера и даже еврейский писатель и драматург Шалом Алейхем. Не обошлось, конечно же, без образов китобоев, которых так радостно встречали одесситы. Ну и куда же без такой уже родной и чисто одесской тети Сони? Так как я люблю Одессу и люблю поднимать исторические факты различного рода, я подумал, посредством стрит-арта можно одесситам и гостям города рассказать, показать, что здесь жил Шалом Алейхем. Вот. И вы можете наблюдать, что за моей спиной есть фреска. Она закончена практически на 85-90%. То есть сейчас остаётся добавить некоторые детали. Над проектом художники работают уже около трёх недель. Часами напролёт в поте лица они трудятся для того, чтобы наш город запестрил яркими красками. Но, к сожалению, не обошлось и без сложностей. Для того, чтобы утвердить эскиз рисунка с общественностью, добиться разрешения от городских властей и собрать необходимые средства, пришлось изрядно попотеть. В итоге реализация проекта обошлась в 50 тысяч гривен, из которых немного более 20 тысяч – поддержка неравнодушных одесситов. Сложно было, потому что это первый наш проект стрит-артовский. Мы собрали где-то до 50%, остальное доплатили сами. Но при этом, зная, что сделав один, второй раз и показав красивый результат, потом будет людям легче идти навстречу. Результат явно стоит всех приложенных усилий. Всё получается, как нельзя лучше. И уже через несколько дней город увидит завершённый вариант одесской фрески. Это чисто одесский проект. Это душевное, что-то хотелось создать для города, чтобы людям нравилось. И нам это удалось. Действительно, когда здесь работали, все проходили, говорили спасибо за красоту. Все люди радовались. Это были улыбки, это была эйфория. Оно сделано настолько по-одесски, здесь настолько здорово выбрана цветовая гамма. Я испытываю чувство позитивного состояния улыбки. Когда я гляжу на эти персонажи, я гляжу на них, они улыбаются мне, я улыбаюсь им. Это самое главное, что я, как одессит, ощущаю здесь. Такая фреска стала прекрасным украшением нашего центра. Она органично вписалась в общий вид улицы и определённо радует большинство одесситов. Впереди у стрит-артистов ещё множество проектов, которые нужно реализовать. Надеемся, что у них всё получится, и наш город будет ещё лучше.